Черти Парголовского шоссе Не раз во время дружеской беседы в кружке близких лиц приходилось мне рассказывать кое-что из приключений, пережитых мною во время розысков. И часто, даже очень часто после рассказа о какой-либо поимке отчаянного преступника или же рискованного предприятия с переодеванием, мне задавали один и тот же вопрос. Неужели вам не было страшно? То есть, как это? Страшно. Приходилось мне отвечать. Право. Не думалось ни о каком страхе. Я просто делал свое дело. Вот и все. Но ведь вас могли убить, ранить, сделать на всю жизнь калекой, замечали мне. И опять приходилось повторять, что в такие моменты как-то не думается об этом. Впрочем, нечто вроде тяжелого, мучительного страха мне пришлось переживать. Это было в тех случаях, когда мне приходилось попадать в несколько необычную, так сказать, неслужебную обстановку. Об одном из таких памятных случаев я и хочу рассказать. Он произошел со мной на самых первых порах моей сыскной деятельности. В 1858 году в Петербурге еще не существовало сысного отделения. И делом розыска ведала наружная полиция в лице квартальных надзирателей и их помощников. В мой район, район квартального надзирателя, Спасской части, входили толкучий рынок и ближайшие к нему улицы, а также переулки, заселенные преимущественно людьми, составлявшими дно общества. Дел было много. Убийства, грабежи и кражи следовали одно за другим, требуя от полицейских чинов очень напряженной работы. И несколько легче было только летом. С наступлением теплой поры многие преступные элементы, как тараканы, расползались в разные стороны. Кто куда? Преимущественно же в окрестности столицы, где, хотя и пошаливали, но на кровавые преступления решались довольно редко. Пользуясь этим, я частенько навещал мою семью, проводившую лето на даче в Третьем Парголове. Наслаждаться прелестями дачной жизни приходилось, однако, недолго. Приедешь, бывало, на дачу часам к пяти, пообедаешь с семьей, погуляешь, а уже к десяти часам вечера спешишь обратно в город, чтобы успеть рассмотреть вечернюю почту и подготовиться к утреннему докладу у оберт-полицмейстера. 15 августа, как теперь помню, в день рождения моей годовалой дочурки Евгении, к обеду забрели кое-кто из дачных соседей. И у нас вышло что-то вроде домашнего торжества. От оживленной беседы перешли к картам. Я и не заметил, как подкралась ночь. Часы пробили два. Неужели ты сегодня поедешь в город? Смотри. Глухая ночь. Останься до утра. Увидев мои сборы к отъезду, стала уговаривать меня жена. И в самом деле, не остаться ли до завтра, подумалось мне, а срочные дела, а составление утреннего доклада, а явка по начальству, когда это я все успею сделать, если еще промедлю. Не прошло и четверти часа, как мой и находится Сирко, запряженный в легкий кабриолет, стоял у крыльца. Небо было покрыто тучами, и ночь была довольно темная. Впрочем, шоссе было ровное, дорога знакомая. Поэтому я не старался сдерживать своего ретивого коня, думая только об одном – скорее бы добраться до петербургской квартиры. Убаюкиваемый ездой, я было вздремнул, и, чтобы рассеять сон, закурил папиросу, для чего придержал лошадь. Сирко пошел шагом. Из-за туч выбилась луна. Посветлела. Прелестная, теплая августовская ночь навеяла на меня совершенно несвойственное полицейскому мечтательное настроение. Давно забытые картины из детской жизни вставали одна за другой в моей памяти. Вдруг моя лошадь остановилась, а затем круто шарахнулась в сторону. В тот же миг чья-то сильная рука схватила Сирко под усы и осадила на месте. Я растерянно оглянулся вокруг и увидел, что по обеим сторонам моего кабриолета стоят две странные фантастические фигуры. Рожи их были совершенно черные, а под глазами и вокруг рта обрисовывались широкие красные дугообразные полосы. На головах красовались остроконечные колпачки с белыми кисточками. Черти. Совершенные черти, как их изображают на дешевых картинках. Не достает только хвоста и рогов, подумал я. Однако, ясное дело. Жулики. Вижу, что дело принимает для меня дурной оборот. У одного из злоумышленников, который скачал на подножку кабриолета, оказался в руках топор. Подняв его вровень с моей шеи, он трубно прорычал грубым, хриплым голосом. «Нечестивый! Гряди за мной в ад!» «Я не потерял присутствие духа. Полно дурака-то валять! Говори скорее, что тебе надо от меня? Мне нужно торопиться в город», – проговорил я, глядя в упор на черта и в то же время обдумывая, как бы благополучно отделаться от этих мазаных бродяг. «Митрич! Кончай-ка, медила мать! Вишь, прохвост не боится нечистой силы!» В ответ на замечание своего товарища, стоявшего с правой стороны кабриолета, Митрич вполне уже естественным голосом произнес «Давай деньги, а не то!» Жест топором докончил фразу, вполне для меня понятную. Заслониться левой рукой, а правой ударить злодея по голове так, чтобы он слетел с подножки, а потом, воспользовавшись переполохом, тронуть вожжание лошадь, пронеслось было у меня в голове. Но брошенный вокруг взгляд сразу охладил мой порыв. Второй бродяга стоял с правой стороны кабриолета, плотно прижавшись к подножке с толстой палкой в руках. А одного удара, который было бы вполне достаточно, чтобы размажить самый крепкий череп. В то же время положение кабриолета и лошади близ самой канавы, куча щебня у переднего колеса, заставляли отказаться от мысли благополучно выбраться на дорогу. Не опрокинувшись вместе с экипажем. Даже если бы мне и посчастливилось отделаться от двух мерзавцев, взявших меня в осаду. Но, помимо этих двух, предстояло иметь дело еще с двумя, которые держали лошадь. Несомненно, что при первой моей попытке к сопротивлению они не замедлят броситься на помощь товарищам. Вижу, дело дрянь. Один против четверых – борьба неравная. Живым не уйдешь. На душе стало скверно. Меня охватило чувство глубокой досады на то, что, пускаясь в глухое ночное время в путь, я, по беспечности, надевая штатское платье, не взял с собой никакого оружия. Даже перочинного ножа. Ну, прочитал купец отходную. Насмешливо проговорил разбойник, не опуская топора. Не греши даром, Митрич. Произнес нерешительным тоном один из двух державших лошадь. Жалость, что ли, взяла? Зло ответил разбойник, не отводя, однако, топора. Не, проклажайся. Доставай скорее деньги. Вдруг свирепо закричал он. Сопротивление было бесполезно. Я покорился. Вынул из кармана бумажник и отдал ему в руки. Все. Злодей подметил висевшую на жилетке золотую цепочку. Пришлось отдать вместе с часами ее. Мало того, меня заставили вывернуть все карманы. Всю эту процедуру я с умыслом старался протянуть, возможно, дольше. Напрягая слух в надежде уловить стук колес какого-нибудь экипажа. Кроме того, у меня имелась и другая цель. Мне хотелось, возможно, лучше запечатлеть в памяти черты Митрича, стоявшего ближе всех. Я не терял надежды рано или поздно еще раз с ним встретиться и поквитаться. Надежды на помощь со стороны были тщетны. Ни один посторонний звук не нарушал безмолвие ночи. Только уныло светивший месяц дал мне возможность хорошо рассмотреть лица двух разбойников, стоявших у экипажа. Я ясно различал их бритые рожи, густо намазанные сажей и подрисованные суриком. Отдав кошелек и часы, я счел себя спасенным, но разбойник, которому были переданы мои вещи, неожиданно возвысил голос и проговорил. Не наделал бы нам молочек пакостей, не лучше бы его порешить и концы воду. А ведь Яша-то верно говорит, отозвались двое других. Настало молчание. И вдруг я почувствовал, как всем моим существом, всем телом и всей душой начинает овладевать смертельный, холодный, тяжелый и безобразный страх. Дыхание смерти, казалось, пронеслось надо мной и начало леденить мою кровь. Я весь жался. Дмитрич опять занес над моей головой топор, потом поднял глаза и вдруг как-то полусмущенно проговорил. Праздник-то, но невелик. Ведь у нас в деревне престольный. Оно-то так. Нерешительно поддержал его один из субъектов, державших лошадь. Не хочу я рук марать такой день. Проговорил решительно Дмитрич и опустил топор. Четвертый разбойник, тот, который первым подал свой голос за убийство, теперь молчал, что и было принято за знак согласия с большинством. Решив не марать в праздник об меня руки, бродяги вывели лошадь на середину дороги и, любезно пожелав мне сломать шею, хватили сырко дубиной, а сами бросились по сторонам в рассыпную. Лошадь вовсю прыть мчалась по дороге. Я, как пьяный, качался на сидении и понемногу приходил в себя. Полной грудью вдыхал я свежий ночной воздух. Мне казалось, что с той поры, как я выехал, прошли чуть ли не сутки, и я удивился, почему не наступает день. Который час. Я машинально сунул руку в карман и тут вспомнил, что мои часы отобраны чертями. Я совсем оправился, и безумная злость на этих бродяг вдруг вспыхнула в моем сердце. Как? Ограбить и чуть не убить меня? Грозу всех воров и разбойников? Меня, такого сильного, здорового и способного сыщика, которого так отличает начальство? Постойте же! Легко понять, что приехал я на свою городскую квартиру в самом отвратительном состоянии духа. Обругал ни с того, ни с сего, вид с того. Не ложась в постель, до 7 часов утра проходил по кабинету, обдумывая план поимки грабителей. О ночном происшествии я решил не сообщать ни моему начальнику, у которого по обыкновению был утром с докладом, ни моим подчиненным. Благодарить Бога и судьбу за спасение от смерти к стыду своему должен признаться мне и в голову не приходило. Оправданием мне может служить моя молодость. Мне было тогда всего 27 лет и задета репутация опытного и находчивого сыщика. Следующий день показался мне беспоконечно длинным. Когда стало смеркаться, я дал распоряжение о том, чтобы 12 полицейских, переодетых в гражданскую одежду, вышли в ночной обход. У Новосельской церкви я разделил моих людей на 4 группы и назначил каждый район ее действия. Предписано было осмотреть в лесном 1-м, 2-м и 3-м парголове все постоялые дворы, харчевни, разные притоны, подвергнув аресту бродяг и вообще всех подозрительных с виду людей. Результаты облавы были ничтожны. Трое арестованных бродяг оказались мелкими воришками, ничего не имеющими общего шайка грабителей. Голодный, промокший насквозь, всю ночь шел мелкий дождь, я еле добрался до дома и после пережитых волнений и двух бессонных ночей заснул, как убитый. Первая неудача, однако, не разочаровала меня. На другое же утро я командировал во второе-третье парголова трех смышленных полицейских чинов, поручив им разведать у местных крестьян о всех подозрительных лицах. На всякий случай я сообщил в общих чертах приметы ограбивших меня разбойников, не дав, конечно, понять, что жертвой их нападения был я сам. Прошло еще четыре дня, но все предпринятые мной розыски не имели успеха. Разбойники как в воду канули. Наступило воскресенье, и я отправился на дачу. На этот раз я не торопился с отъездом в город и пробыл там до трех часов ночи. Возвращался я ночью домой по той же дороге, на той же лошади, но имея в кармане кастет и хороший револьвер. Я был далеко не прочь еще раз повстречаться с моими знакомыми-незнакомцами. К моему сожалению, встречи с нечистой силой, так нагло ограбившей меня, не произошло, и я без всяких приключений доехал до города. Вскоре после этого семья моя переехала с дачи, и мои поездки в Парголово прекратились. Подошла осень. С каждым днем мой квартал все более и более оживлялся. Бездомные и любители чужой собственности роем возвращались с лона природы на старое пепелище. Следствием этого всегда было занесение в уголовную хронику Петербурга длинного ряда преступлений от мелких краж до кровавых убийств включительно. Эта волна столичных происшествий волей-неволей отвлекла меня от поисков параголовских уграбителей. Пришлось все силы наличного полицейского состава сосредоточить на розысках исключительно в столичном районе. Судьба как бы нарочно подразнивала меня. Мне удалось в один день раскрыть два запутанных преступления, накрыть убийц и ночью на допросе добиться от них чистосердечного признания. Но напасть на след параголовских разбойников так и не удалось. В довершение ко всему некоторые из моих близких знакомых успели заметить отсутствие известной им цепочки часов с моими инициалами. Видя меня часто в дурном расположении духа, они стали надо мной подтрунивать, объясняя исчезновение вещей проигрышем в карты. Другие же с более фривольной фантазией решили, что у меня есть на стороне интрижка. Неуспех розыска угнетал меня. Прошло около двух недель. На одном из утренних докладов оберполицмейстера графа Шувалова он передал мне телеграмму со словами «Съездите в Парголово, произведите дознание и сделайте, что нужно для поимки преступников». Телеграмма была такого содержания «В ночь на сегодняшнее число на Выборгском шоссе ограблена с нанесением тяжких побоев финляндская уроженка Мария Рубан. Поручение это пришлось мне не по сердцу. И по Петербургу у меня было множество дел, а тут еще ехать в пригород ради какой-то ограбленной чухонки. Но граф не переносил возражений, а потому не оставалось ничего, как покориться. Узнав о местожительстве потерпевшее, я на своем иноходсе за два часа доехал до деревни. Стоявшие у ворот одного из одноэтажных домов Нижний Чин и человек пять праздных зевак без слов подсказали мне, куда завернуть лошадь. В избе я увидел знакомую мне картину. В переднем углу под образами сидел, опершись локтями на деревянные краеши стола пристав. Поодаль около русской печи засидцевой занавеской громко охала жертва. Тут же суетился маленький юркий человек, видимо, фельдшер, и две какие-то бабы голосисто причитали на разных тонах. Подождав, пока больная пришла в себя и несколько успокоилась, я приказал бабам прекратить завывание и приступил к допросу. Ну, тёточка, как было дело? Шерти, шерти, заговорила своеобразная шепелява, избитая до полусмерти баба. А, нечистая сила, черти, внимание мое вмиг удвоилось, и я принялся за обстоятельные расспросы. Вот что на своем своеобразном русском языке изложила чухонка. Отъехала я верст пять от казарм, часто был поздний и задремала. Проснулась, лошадь стоит. Стала я доставать кнут, да так и замерла от страха. Вижу, по бокам телеги стоят три дьявола черными, как вакса, рожами, языки огненные, хвосты лошадиные, как лютые псы бросились они на меня и начали рвать на мне одежонку. Кошель искали, а как нашли мой кошель, так вместе с карманом и вырвали. А в кошельке-то всего, почитай, гривен восемь было. Ну, думаю, теперь отпустят душу на покаяние. Да не тут-то было. осеречал, видно ты, один, что денег в кошельке мало, затопал копытами, да как гаркнет, тяни, говорит, со старой шкуры сапоги. Ишь, подошвы-то новые. И стал это он, сатана, сапоги с ног тянуть. Да не осилить ему, ругается, плюется. А все не с места. Сапоги-то не разношены были, только два дня назад куплены. Собрался он с духом, уперся коленищем мне в живот. Да как, дернет изо всей силы. Я аж думала, ногу с корнем оторвал. Да только-то сапог поддался. Тогда другой, который держал меня за горло, придавил коленом грудь и говорит, руби топором ногу, если не осилишь. Захолодело мое сердце, как я услышала, что сейчас ногу-то мою будут рубить. Да видно, Богу не угодно было допустить этого. Дернул еще раз окаянный. Сапог-то и заскочил. А потом бить меня стали. Избили до полусмерти и в телеге стали шарить. Молоко то, все и вылокали, а после батюшка ты мой. Подошел ко мне вплотную самый страшный из них, выпятил на меня свои звериные глазищи, да и говорит ласковым голосом, ну, божья старушка, получи-ка от меня на чаек за молочко и сливочки. Да как хватит кулачищем меня по шее. Что было со мной дальше, не помню. Очнулась, лошадь моя у ворот избы стоит, а сама я лежу на дне телеги и на бок повернуться-то и не могу. Голова трещить, а ноги и руки так болят. Точно их собаки грызут. Спасибо, соседи увидали, да на руках сволокли-то в избу. старуха охая и крестясь опять завопила на разные голоса. Не можешь ли, тетушка, припомнить, каковы с виду эти люди были? Не люди, а нечистая сила, батюшка. Разве люди-то бывают с огненными языками, лошадиными хвостами? Нет, тут сам дьявол со своими помощниками-то видно. Бог за грехи-то мои от меня отступился. Старуха начала бредить. Для меня все было ясно. Картина нападения, переданная потерпевшей, хотя и в сгущенных красках, подсказывала мне, что шайка парголовских грабителей, видимо, избегавшая проливать кровь, состояла не из профессиональных разбойников. С другой стороны, поскольку ограбление произошло в той же местности, было ясно, что шайка не распалась. Благодаря этому случаю ко мне вернулась надежда изловить всех участников грабежа. Сделав нужные распоряжения и оставив трех агентов с целью сбора сведений на месте происшествия для производства негласного розыска, я поспешил в город, раздумывая всю дорогу о том, как накрыть шайку. В моем воображении рисовалось бесчисленное множество вариантов, но я решился прибегнуть к простейшему из них. Дня через три я распорядился, чтобы к вечеру была готова обыкновенная, запряженная в одну лошадь, телега. Такая, в какой щухонце возят в город молоко. Телега должна была быть также с очень скрипучими колесами. В нее положили два пустых бочонка из-под молока несколько рогож и связку веревок. Для экспедиции я выбрал состоявшего при мне бравого унтер-офицера Смирнова и который отличался необыкновенной силой городового Курленко. Переодевшись вечером дома в полушубок, я уже собирался выходить, когда случайно брошенный взгляд на Курленко заставил меня призадуматься. А что, если грабители не решатся напасть на мужчину да еще такого здоровяка? Каков этот мой хохол-то подумал я. Курленко, ты женат? Так точно, ваше высокоблородие. Иди живо домой, надень кофту и юбку жены, а голову побежи теплым платком. Курленко привык исполнять приказания без размышлений и с изумительной быстротой, возвратясь в кабинет, я присел у стола. Слегка скрипнула дверь и на пороге появилась толстая румяная баба. Я не мог не улыбнуться. Курленко в бабьем одеянии со своей солдатской выправкой был бесподобен. Ну, теперь в путь. Ждите меня у московских казарм. Переждав полчаса, я вышел из дома. В три четверти часа извозчик довез меня до московских казарм. А отсюда, отпустив возницу, я побрел вперед по проспекту. Темнота не позволяла рассмотреть даже ближайшие предметы. И я только тогда различил знакомую телегу, когда наткнулся на нее. Я присоединился к сидящим в ней, и мы тронулись в путь. У церкви я велел остановить лошадь. Пора было ознакомить мою команду с предстоящей деятельностью. Ты, Курленко, пойдешь рядом с телегой. Смотри внимательно по сторонам и будь настороже на случай внезапного нападения. Если придется защищаться, пусти в дело кисень. Но не злоупотребляй. Бей не насмерть, а лишь для того, чтобы оглушить. Щел я необходимым предупредить хохла, зная, какая у него тяжелая рука. Ты же, Смирнов, ляжешь рядом со мной в телегу, а там видно будет. Что тебе делать? Закрой нас, рогожи, а ты, Смирнов, поубери ноги. Ну, теперь трогай, трогай шагом. Не скажу, чтобы положение наше было удобное. Особенно плохо приходилось Смирнову, очень высокому детине. Как он не подтягивал ноги, они все-таки предательски торчали из телеги. Вокруг стояла глухая тишина. Только скрип колес нашей телеги нарушал это тяжелое и зловещее безмолвие. Мы миновали второе парголова и въехали в сосновую рощу. Пора было поворачивать обратно. Я уже собрался было сделать распоряжение. Как вдруг вблизи от нас раздался легкий свист. Будьте начеку, шепнул я. Предупреждение оказалось своевременным. Едва Курленко успел вынуть из кармана своей женской кофты кистень, как был схвачен зловомышленником за горло. Двое других окружили телегу, а четвертый держал под усцы лошадь. Курленко, повидавший на своем веку и не такое, ничуть не растерялся перед черной рожей грабителя и из плеча ударил его в ухо. Грабитель с глухим стоном, как сноб, свалился на землю. Такая расправа чухонки бабы привела в замешательство двух товарищей злодея, лежавшего без признаков жизни, но после секундного колебания они бросились на Курленко. Наступила пора действовать и нам. Первым выскочил из телеги Смирнов, за ним я. Мне казалось, что одно наше появление обратит в бегство нападающих, но разбойникам овладела разбойниками овладела ярость. Они, не заметив у нас в руках оружия, решились на кровавую расправу. Пустив в ход против нас ножи и знакомую мне толстую дубину. Но и мои люди, не раз подвергавшиеся нападениям, прошли хорошую школу. И все приемы самообороны были ими изучены до тонкости на практике. Смирнов Смирнов Наконец наиболее наиболее пострадавшего отвел Пока несли из церкви домой, я и забыл. А пока сюда попал, так и совсем позабыл. Просто никак припомнить и не могу, говорил задержанный, все еще глядя в сторону. Но речь его принимала все более и более наглый оттенок. Так, так, протянул я. Что же это ты, бедняга, не помнящий, по ночам с дубиною на большой дороге делаешь, скажи-ка мне? Ничего так, хожу, значит, по своим надобностям. Какая же такая надобность у тебя была вчера, например, когда ты напал с шайкой на нашу телегу? И никакой шайки я не знаю, и никакого нападения не было. Так просто подошел попросить, чтобы подвезли. И на меня вдруг как накинуться, я думал о разбойнике. Вот как. Так, притомился, значит, по дороженьке. Подломились резвые ноженьки, захотелось подъехать. А на него бедного нападают, как на какого-нибудь разбойника. Ведь так? Неуловимая не то улыбка, не то гримаса пробежала по лицу допрашиваемого. Он опять скользнул по мне взглядом, пожал плечами и произнес. Именно так-с. Наступило молчание. Преступник стоял и глядел в угол. А я злорадно думал. Постой же. Вот я тебе покажу. Забыл, мерзавец. Вот я тебя ошпарю. Я вдруг встал и решительно выпрямился. А ну-ка, Митрич, погляди на меня хорошенько-то. Не узнаешь ли? Внушительно проговорил я, отчеканивая каждое слово. Допрашиваемый как-то вздрогнул. И взглянул на меня широко открытыми глазами. Не могу знать, ваше благородие. Быстро проговорил он. Но ведь ты, Митрич, спросил я, глаза у него забегали. Он попробовал усмехнуться. Но усмешка-то вышла какая-то кривая. Что ж, пускай по-вашему. Буду и, Митрич, если вам угодно. Вам лучше знать. Начал говорить он. Да-да. Именно мне-то и лучше знать. Погляди-ка внимательнее. Митрич скинул на меня уже смущенный и недоумевающий взгляд. Не могу припомнить, проговорил он. Ну, так я тебе помогу припомнить. Где ты был ночью 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы? В гостях у товарища. Не греши и не ври, мерзавец, проговорил я грозно. Не в гостях, а с топором на большой дороге провел ты этот великий праздник. Свой престольный праздник, подчеркнул я. Митрич изумленно смотрел на меня и начал бледнеть. А я, не давая ему опомниться, продолжал. Разбойником, кровопийцей засел ты на большой дороге, чтобы грабить и убивать. Как самый последний негодяй и самая жестокая, бессмысленная скотина бросился ты на безоружного, одинокого человека с топором. Только потому человека не убил, что не хотелось в такой праздник рук марать. Сказал я, не спуская с него глаз и отчеканивая каждое слово. Да неужто это были вы, ваше благородие? Почти со страхом произнес Митрич, отступая шаг назад. Ага, узнал небось. Митрич бросился на колени. Мой, наш грех, простите, пробормотал он. Вижу я, что надо ковать железо, пока горячо. Ну, ограбленная и избитая чухонка, ведь тоже дело ваших рук. Да говори смело и прямо, ведь я все знаю. Признайся, тебе же лучше будут повинны и в этом. Хмуро проговорил все еще не пришедший в себя Митрич. Шаг за шагом мне удалось выпутать у него все о всех грабежах этой шайки. Грабили большей частью проезжающих чухонцев, которые, вообще говоря, даже не жаловались на эти грабежи. Почему так? Да видите, ваше благородие, они думали, что мы на самом деле черти. Да, пояснил Митрич. Я вспомнил об этом маскараде и потребовал дальнейшее объяснение. Да, правду говорить, ваше благородие, не хотелось нам напрасно кровь проливать. Нам бы только запужать насмерть, чтобы потом в полицию не доносили. Ведь на нечистую-то силу не пойдешь квартальному заявлять. Но вот для этого и кометь всякую, и разыграли. И доигрались до арестантских род. Эх вы, бедные черти. Меня заинтересовал еще один вопрос. Но ведь со мной-то вы не кометь играли. Ведь действительно убить собирались. Митрич почесал за ухом. Да, но того. Сумнительно нам стало. Проговорил он нерешительно. Какие такие сомнения? Да, видите, первонаперво, ваше благородие, у вас много денег было. Не то, что чухна копеечная, а потом часы, значит, цепочка. Человек, видно, богатый. И распознал, что не черти, а просто. Разбойники докончил я за него, видя его затруднения. Значит, если бы не праздник, то капот. Митрич отвел глаза в сторону и замолчал. Благодаря показаниям Митрича дело разъяснилось быстро. Личности задержанных были установлены. В тот же день был арестован и четвертый из чертей. Это были уволенные в запас. По окончанию службы они, промотав бывшие у них на дорогу деньги, решили попытать счастье на большой дороге и вернуться на родину с капиталами. Не попадись они на последнем деле, их нелегко было бы разыскать, так как они уже решили не откладывать более отъезда. На долю каждого приходилось по 60 рублей, и они решили этой суммой удовлетвориться. Из вещей, отобранных у меня, чертями удалось все же разыскать часы с цепочкой, перешедшие чуть ли не в шестые руки. Знакомые, видя эти часы, смеялись и говорили, что я достал их из ада, куда утащили их было парголовские черти. Что ж, каковы черти, таков и ад. Как видите, представление о том, что такие физические животные страхи, после этого случая я имел. Но этот страх я испытывал не при исполнении обязанностей. В заключении же скажу одно. Не дай Бог никому испытать такой страх. Скверное, очень скверное состояние.